В Актау жители двух аварийных домов вынуждены жить в опасных для жизни квадратных метрах. Огромные дыры в стенах и прогнившие полы вынудили владельцев съехать на съемные квартиры. Как ситуацию комментирует местная власть, расскажет наш корреспондент Салтанат Айджанова. Заходя в подъезд данного дома, ты оказываешься в совершенно другом мире. Ветшавшие стены, деревянный пол, да и потолок, кажется, с минуты на минуту пойдет мне на голову. В этой части дома насчитывается 8 квартир. Хозяева четырех давно покинули эти опасные стены. Один из тех, кто выехал из этого дома – Константин Потапенко. Здесь он родился и жил в нечеловеческих условиях до 30 лет. Сегодня мужчина обзавелся семьей и, опасаясь за детей, покинул родные стены. Вот уже 7 лет они скитаются по съемным квартирам и ждут обещанных от властей новое гнездо. Здесь я заболел немного от этой сырости, от этого всего. Поэтому мне надоело и по здоровью. И у меня родился ребенок. И я побоялся за жизнь своих родных. И я уехал отсюда. Это мне накладно, бьет по карману. Дети есть, да. В общем, нелегко. Жильцы двух аварийных домов ранее выкладывали видео своих квартир в социальные сети. Таким образом, они привлекали внимание общественности к проблеме. По словам чиновников, еще в 2014 году было принято решение о переселении жильцов аварийных двухэтажек. Из признанных аварийными 15 домов остались всего два дома. За семь лет программы сдано 286 квартир. По плану новое жилье для жителей этих двух домов будет предоставлено в декабре текущего года. Об этом уже заявлялось в СМИ. Планируем ко дню независимости. Все необходимые механизмы и договоренности имеются. Работы ведутся согласно графику. А эти два дома, 71 и 72, пойдут под снос. Чиновники обещают, хозяева получат ключи от квартир и отметят Новый год в новой и уютной новостройке. Срок 16 декабря на День независимости. К слову, строительство новостройки на 100 квартир идет по соседству. Для хозяев 32 квартир из последнего аварийного дома жилплощадь уже выделили. Салтана Тайчанова, Мухалали Нурдаулетов, ТТК-42 из Мангисталской области.